Индекс Мосбиржи показал рост. Дождались! Купить или продать евробаксы будет нереально. Ю! Ань! Российские ритейлеры отчитались за второй квартал текущего года. Магнит? Красавчик. Золото-добытчик хочет продать свои активы в России. Привет! Это Market Power, твой проводник в мире инвестиций. Сегодня я расскажу тебе о депозитарных расписках и клиринге, о триумфе российских ритейлеров и о суперкомпании, против которой никто не рискует ввести ограничения. А еще посмотрим, как поживает потрепанный санкциями золото-добытчик и поговорим о наступлении юаня. Погнали! Ну что, сразу к горяченькому! Индекс Мосбиржи к концу июля показал рост. Да-да, рост! Не ослышался ты? Рост показал, говорю! И не за счет голубых фишек, а благодаря депозитарным распискам. За пару дней вверх скакнули бумаги компаний, которые российские только номинально. А по факту зарегистрированы за рубежом. Вот так чудеса! Но, как ты знаешь, дыма без огня не бывает. И у этого роста есть вполне объяснимая причина. Просто Совет Директоров ЦБ утвердил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок в российские акции. И начнется этот процесс уже 15 августа. Ну здорово же, правда? Купил ты в 2021 году расписки Фосагра на зарубежной бирже и с февраля этого года мучился мыслью. Что ж я наделал-то? Деньги в трубу спустил. А тут такой подарок. Возьмите, пожалуйста, вместо расписок акции. Вот только в документе ЦБ нет ни единого слова о расписках российских компаний, зарегистрированных за пределами России. Ни про Озон, ни про Хэтхантер, ни про Полиметалл. Ни слова. Ну, так-то логично. Юридически они не российские, и ЦБ тут ничего решать не может. Естественно, постановление регулятора относится только к российским компаниям, у которых были депозитарные программы. К примеру, Газпром или Сбербанк. Так сфига ли произошел такой рост? Вариантов всего два. И оба они так себе. Либо невнимательность инвесторов, либо преждевременный оптимизм относительно возвращения компаний на родину. Ну, в последнее, на текущий момент я верю слабо. Слишком много инфраструктурных барьеров стоит на этом пути. И в первую очередь это нарушение связи между депозитариями. Так что остается тяжело вздохнуть и поздравить владельцев депозитарных расписаний, исконно русских компаний. Дождались! Недавно выяснилось, что торговля баксами на Мосбирже, возможно, доживает последние деньки. Это реально случится, если под санкции попадет НКЦ, благодаря которому эта торговля, в принципе, осуществляется. НКЦ проводит клиринг, то есть взаиморасчеты между покупателем, который получает бумагу, и между продавцом, который получает деньги. Ну вот, к примеру, инвестор Эдуард купил две акции Газпрома, потом продал одну, затем купил еще три. Чтобы в тупую не гонять акции туда-сюда, НКЦ записывает все операции и в четко определенное время проводит взаиморасчеты. Эдуард получает четыре акции Газпрома, а чуваки, которые их продали, получают бабки. Это офигенная штука, потому что НКЦ тут еще и в роли гаранта выступает. Если Эдуард даст кому-нибудь деньги под залог ценных бумаг, а его кинут, то на разборки пойдет центральный контрагент. А сам Эдуард без напряга вернет свои финансы. Короче, купля-продажа валюты тоже проходит через НКЦ. И если его прижмут санкции, то купить или продать евробаксы будет нереально. Да и к тому же будет заморожено для биржевой торговли под 50 миллиардов инвесторских баксов. Не, если у тебя денежки сейчас на брокерском счете, то вряд ли с ними что-то произойдет. Если твой брокер уже под санкциями, то деньги можно будет конвертировать в рубли по обменному курсу банка. Если твой брокер не под санкциями, выведешь в долларах на банковский счет. Если брокер не под санкциями и не отключен от свифт-переводов, то в теории доллары можно будет перевести за границу. Но я бы с этим не шутил, потому что ограничений на свифт-переводы с каждым днем все больше и больше. Но прежде чем паниковать, ты спроси себя, а нужны ли тебе вообще доллары? Если да, то, похоже, сейчас самый надежный вариант это хранение валюты по бабушкиной методичке. Ну, под матрасом. Там до них вряд ли кто-то доберется. Ну, кроме инфляции, разумеется. А за хранение евро-баксов не под матрасом. Российские банки уже вводят комиссии. А открывать счет в зарубежном банке – это лотерея. В любой момент кислород могут перекрыть. Правда, купить бумажные доллары в России сейчас капец дорого. Так что обрати внимание на безопасные альтернативы. Юань! Сейчас он набирает дикую популярность. На СПБ-бирже появляются акции китайских эмитентов. А Русал недавно и вовсе выпустил первые в России облигации в Ю... Анях! В общем, хватит расстраиваться. Оглянись вокруг. Под большим деревом всегда есть хворост. Возможно, ты удивишься. Но я не Нострадамус. Мои прогнозы делаются не по хрустальному шару, а по текущей экономической ситуации. Поэтому просчеты иногда случаются. Как с дивидендами «Газпрома», например. Но это просто издержки. Ну или издержище. Как с дивидендами «Газпрома», например. Но сейчас не об этом. Недавно прогноз «Маркет Пауэр» сбылся. Российские ритейлеры отчитались за второй квартал текущего года. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но в целом у всех все хорошо. Как я и обещал. Магнит – красавчик. Его общая выручка просто персик. Выросла на 40%. Это, конечно, читерство, потому что немалую роль здесь сыграла покупка Дикси. Но с сопоставимыми продажами тоже все ок. Они повысились за квартал на 13%. Что говоришь? С сопоставимыми продажей что такое? Сейчас, 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 сейчас все объясню. Вот представь. Есть у тебя 10 магазинов. За год ты открыл еще 10 магазинов. И общая выручка твоей сети сильно выросла. Ну круто же. Но это не показатель успешной работы. Потому что 20 магазинов в любом случае принесут больше выручки, чем 10. А вот если выручка тех самых первых 10 магазинов упадет за весь этот период, то пора вызывать Хьюстон. Потому что у нас проблемы. Выручка этой когорты магазинов и называется сопоставимыми продажами. Или like for like выручка. Иными словами, это продажи магазинов старше 1 года. Без учета введенных или выбывших за период. LFL позволяет понять динамику продаж ритейлера без эффекта открытия и закрытия магазинов. Динамика сопоставимых продаж зависит от двух параметров. Прироста числа чеков и прироста размера чека. Который в первую очередь зависит от инфляции. Потому что если цены растут, то и средний чек растет. Хороший ритейлер – это ритейлер, у которого растут и трафик, и средний чек. Соединяем все это и получаем сопоставимые продажи. Еще один гигант и вечный конкурент магнита X5 тоже выкатил операционный отчет за второй квартал. Выручка увеличилась на 19% год к году, а сопоставимые продажи – на 11%. Чуть хуже магнита, но все равно прекрасный результат. Нелегко выбрать компанию для инвестирования. Оба королевства выглядят достойно. Но X5 – De Jura зарубежная компания. И как я тебе говорил, ее депозитарные расписки не так-то просто превратить в акции. А магнит зарегистрирован в России. И на Мосбирже торгуются в форме акций. Порадовали отчетами за второй квартал и наши старые знакомые из непродовольственного ритейла. FixPrice и детский мир. Продавец дешевых товаров FixPrice рапортует о росте выручки на 27%. Сопоставимые продажи компании увеличились на 13%. Кроме того, открылось 184 новых магазина, которые увеличили общую торговую площадь на 16%. Плюс ко всему, сильный рубль остается для прибыльности компании позитивным фактором. Потому что она покупает за валюту вот эти вот китайские товары. У детского мира похожая ситуация. Во втором квартале продавец детских товаров нарастил выручку на 11%. Его сопоставимые продажи увеличились на 4%. Онлайн продажи выросли на 7% год к году. А увеличение объема продаж на маркетплейсе вообще космос. 141%. Детский мир, как и FixPrice, только выиграл от крепкого рубля. Ведь 75% товаров компания импортирует. Но самое прекрасное в этой истории это то, что основные поставщики находятся в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеше. А это значит, что не нужно тотально перестравить логистику и искать новых поставщиков. Кстати, для детского мира есть еще один триггер роста. Британский бренд детских товаров и одежды Mother Care в июле заявил, что продает свой бизнес в России. Да-да, еще один бренд уходит из России. При этом компания еще не решила продать бизнес россиянам или просто провести распродажу и закрыть всю сеть. Если что, доля Мазакея на российском рынке детских товаров около 3%. А это для детского мира неплохой такой ништячок. Добавим сюда процесс банкротства сети дочки-сыночки, приостановку работы Adidas Kids, Zara Kids, H&M Kids и получим еще больше свободного местечка на игровой полянке для детского мира. Собрались как-то в Евросоюзе представители держав. И давай обсуждать, чего бы такого запретить? Нефть российскую прижали. Надо бы еще до чего-нибудь другого добраться. На последнем ряду раздался голос. А может быть Титан? История умалчивает, как долго пинали автора этой гениальной мысли. В общем, Франция и другие страны не поддержали санкции против крупнейшего в мире производителя авиационного титана ВСМП АВИСМА. Потому что испугались, что Россия в ответ запретит его экспорт. Почти уверен, что эту неприкосновенность ВСМП лоббировала авиастроительная корпорация Airbus. Да думаю и Boeing в стороне не остался. Интересно, что в 20-м году ВСМП попала под американские санкции, но уже через месяц США исключили компанию из списка. Назвав ее попадание туда... Ошибкой! Ошибкой назвали, прикинь? Как я и говорил, ВСМП все угрозы по боку. Никто не рискнет ввести против компаний санкции, потому что Титан всему голова. Помнишь, в одно время были популярны голливудские фильмы, где персонажи меняются телами? Брат, сестры, друзья, знакомые, дети с родителями. Киноделы перепробовали все возможные вариации. Дошла очередь и до фондового рынка. Здесь дочка и мама... И поменялись местами. ФСК может присоединить к себе материнскую компанию Россети. Это еще будет обсуждаться на собраниях акционеров Россети и ФСК, но кажется, это дело уже решенное. Короче, будет создана объединенная сетевая компания. ФСК разместит доп. эмиссию, в акции которой конвертируют бумаги Россетей. Цена выкупа бумаг у акционеров, не согласных с объединением, близка к текущим рыночным котировкам. Как я уже сказал, кейс с покупкой дочкой материнской компании нестандартный. И до конца непонятно, для чего это слияние. Ну, вероятно, для оптимизации управления. Но вот каковы перспективы бизнеса объединенной сетевой компанией, пока непонятно. С одной стороны, больше активов, больше власти, больше объема средств. С другой, далеко не все новоприобретенные активы прибыльные. Некоторые вообще хронически убыточные. То есть, если раньше ФСК ЕС управлял суперэффективными магистральными сетями, то сейчас у нее в подчинении окажутся и генерирующие, и распределительные, и сбытовые активы. Поэтому все, что я раньше говорил тебе про ФСК ЕС, забудь. Да, так просто. Забудь. Поговорим о компании, как только появятся подробности этого слияния. Как раз к тому моменту узнаем, будет ли объединенная компания платить дивиденды, или бросит все средства на ремонт и строительство. Нет повести печальнее на свете, чем новость о полиметалле и диете. Так бы написал Шекспир, если потворил в наши дни. Российский золото-добытчик хочет продать свои активы в России. А это две трети производственных мощностей компании. Если эта сделка состоится, то у полиметалла останутся лишь активы в Казахстане. Зачем все это? Понятно. Главная компания Polymetal International PLC зарегистрирована на острове Джерси и отрезана от выплат со стороны своих операционных дочек в России. Короче, не может от них прибыль получить. И, судя по всему, перерегистрировать головную структуру в России полиметалл не намерен. После этой новости акции компании на Мосбирже в моменте выросли на 8%. А на Лондонской бирже – аж на 50%. Этот рост обусловлен надеждой инвесторов, что компания хорошо продаст свои российские активы. А иностранцы и вовсе ликуют. Они в случае продажи останутся при своих акциях зарубежной компании без риска инвестиций в российские активы. И после продажи этих активов инвесторам наверняка что-то да перепадет. Но пока не озвучен покупатель, выводы делать рано. Кому продадут активы, по какой цене, сколько перепадет акционерам – непонятно. Так что я бы постерегся покупать сейчас эти акции. И последняя на сегодня новость. 8 августа Мосбиржа допустит к торгам иностранных инвесторов. Впервые с 28 февраля. Не всех, конечно, а только резидентов дружественных стран и зарубежных компаний, которые принадлежат россиянам. Они получат доступ ко всем видам торгов – и на фондовом, и на срочном рынках. Так вот, при появлении даже дружественных нерезидентов есть вероятность очередной просадки рынка. И это нормально. Ну, сам посуди, ликвидности на российских фондовых биржах сейчас немного. И часть инвесторов наверняка захочет что-то продать. Ибо, по сути, это их первый шанс за полгода. А любые синхронные продажи как раз приводят к падению. Так что сожми свою волю в кулак и перетерпи это. Ну а вообще, после февральских событий на фондовом рынке разве что-то может еще напугать российского инвестора? Да не, не может. Это был Market Power. Подписывайся, оставляй комментарии и дерзай. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok